Верую, Господи, помоги моему неверию. Я хочу обратить ваше внимание именно на эту молитву. Это не просто слова Отца, любящего, страждущего, переживающего за Сына. Это слова сердца любящего, которое еще сомневается, а иногда теряет веру. Мы с вами живем в этом неспокойном мире, где если каждый из нас понимает суть христианской жизни, он, наверное, на себе ощущал не раз, когда он имел такую крепкую веру, что она готова была провести его хоть среди самых трудных минут его жизни, хоть по воде. А бывали в нашей жизни минуты, когда наша вера оскудевала, она была ли у нас и была ли она вообще. И вот это состояние, это естественное состояние для человека, и не нужно этого бояться или ужасаться. Мы люди, мы живые люди, у нас не может быть на верхней точке нашего вероисповедания глубочайшая, ревностная, горящая к Богу вера. Она иногда ослабевает, иногда охладевает, она иногда вообще остается ли. Я верую, Господи, помоги моему неверию. Я хочу попросить вас и предложить вам, дорогие братья и сестры, молиться этой молитвой, верую, Господи. Но вера моя такая слабая. Я захожу в храм, я уже привыкаю к тому, что вокруг иконы. Они просто сами по себе, а я сам по себе. Я даже на распятие Твое, Господи, уже не смотрю. Я захожу, вставлю свечку, и как бы вокруг ничего нет. Я привыкаю к этому. И для меня уже Твое распятие, Господи, не выражает в моем сердце сострадания, слез, покаяния. Я не опускаюсь на колени пред Ним, Господи. Я прохожу мимо. Я как бы не замечаю. И случаются на таковых изнах слова Спасителя, который говорил, будут иметь глаза и не будут видеть. Будет иметь уши, а слышать не будет. Ибо ожесточилось сердце народа сего. Ибо приближаются ко мне люди, говорит Спаситель, которые устами своими чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Вот почему мы должны сторониться именно почитать Бога только устами, молитвами. Мы привыкли вычитывать, вычитывать молитвенное правило, утренние, вечерние. Мы привыкли даже читать молитвы. Но молится ли в это время наше сердце? Так как горячо оно должно молиться. Так как горячо молились те, которые прославили имя Господа нашего Иисуса Христа. Как молился тот, которого сегодня память мы совершаем, святой Серафим Вырецкий. Я приведу всего лишь один пример из его жизни. Василий, так звали до священного и монашеского пострига, этого великого купца русского. Он торговал пушниной, очень активно работал на западном рынке, как сейчас сказали бы. И вот когда он приезжал с большим количеством приобретенных средств, вырученных от торговли, он приезжая в Россию, конечно, заботился о благотворительности. Он помогал бедным, нищим, он был христианином, он любил Господа, любил церковь, помогал много. И вот однажды, когда он приехал после очередного хорошего торгового предпринимательского дела, его встретил на вокзале экипаж, тогда он сел в него, проезжая мимо реки, он на мосту остановился, увидев человека, который стоял на мосту и, покачиваясь, глядя туда вниз, говорил, не как ты хочешь, а как Бог даст, не как ты хочешь, а как Бог даст. Он остановился, подошел к этому человеку, выйдя из кареты и говорит, что ты, человек, так Бога-то умоляешь, что случилось у тебя? И тот говорит ему, как же, барин, мне Бога-то не умолять. Приехал я из деревни, хотел продать корову, у меня дома семеро детей, отец больной лежит, жена и мать. А у меня коровы-то украли, а с чем мне теперь домой-то возвращаться? И вот стою я уже и думаю, может быть и не возвращаться. И говорю, не как ты и хочешь, а как Бог даст. И тогда Василий, тогда еще, в миру, говорит, а ну полезай ко мне, поехали со мной. Куда, барин? Поехали, поехали, не спрашивай. И вот он садится рядом с ним в карету, тот подъезжает к рынку, останавливается, заходит на базар, покупает прежде всего лошадь. К лошади покупает телегу, запрягают. В телегу купил для этого несчастного человека, который действительно так нуждался, муки, картошки, круп, сахара. В общем, целую телегу нагрузил. И ему Божий в руки дает и говорит, бери, это тебе. Он говорит, барин, я не возьму, нет, нет, я не возьму, не как ты хочешь, а как Бог даст, бери. И он взял, сел на эту телегу и поехал скорее домой счастливый. А возвращается он, Василий Муравьев, и по дороге говорит, ну надо ж какое выражение. Не как ты хочешь, а как Бог даст. Вот идет он этим выражением, согревает свое сердце. Не как ты хочешь, а как Бог даст. Вот он, придя домой, решил перед тем, как подняться к жене, побрить, подстричься, зашел к цирюльнику, парикмахеру. Тот пенит пену для того, чтобы побрить его после длительной заграничной командировки. А тот сидит в зеркало на себя смотрит, как тот еще пока готовится к бритью, а он про себя так, да и вслух. Ну надо же, не как ты хочешь, а как Бог даст. Не как ты хочешь, а как Бог даст. И тут этот парикмахер вдруг падает к нему в ноги и говорит, Барин, прости меня, окаянного, прости, бес попутал. Что такое? Встань, встань, что случилось? Прости, барин дорогой. Что случилось, не поймет он. Да мы же с друзьями договорились по сговору, зная, сколько ты денег привез, сколько средств ты привез из-за границ. Моя задача была только горло тебе перерезать. А там уже дружки за дверью стоят. Вот саквояж, который здесь стоит рядом. Я должен был просто взять и отдать им. А ты меня обличил и сказал, не как ты хочешь, а как Бог даст. Убоялся Бога я, барин. Прости меня, окаянного, бес попутал. И тогда понял Василий. Если бы не оказал он тогда той помощи на мосту, да не запомнил бы это выражение. Не как ты хочешь, а как Бог даст. Может быть, Бог и не дал бы ему больше ни жизни, ни радости, ни спасения. После этого он раздает свое имущество, он раздает бедным, начинает подвиженческую жизнь, принимает священческий сан и в вырицах подвизается до последних дней своей жизни. Этот пример еще раз показывает то, что человек, если помогает, любит и по вере живет, Господь не оставляет такого человека. Верую Господи, помоги моему неверию. В трудные минуты, когда охладеет, когда ослабеет наша вера, не изумляйтесь этому, братья и сестры. Вера действительно ослабевает в нас, если мы перестаем читать Евангелие, если мы перестаем говорить с живым Богом, если мы перестаем делать земные поклоны, думать о вечности, перестаем думать о смерти, мы начинаем думать о всем хорошем, о том, что нас ожидает, то, что мы купим, приобретем, где будем отдыхать. Вот эти мысли отнимают у человека веру. А когда человек и о том помнит, но о главном не забывает, как сказал сам Христос, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам, вот тогда и все земное, такому человеку прикладывается. Итак, почаще читайте эти слова. Верую Господи, помоги моему неверию. И запомните эти слова, которые сегодня мы слышали, вспоминая жизнь и описание великого русского святого, который тысячи дней, тысячи ночей, и повторив подвиг Серафима Саровского, имя которого он носил во время Второй мировой войны, молился о победе русского оружия. Еще раз давая пример, как и нам нужно с вами молиться о наших войнах, о защитниках Отечества нашего. Как нам важно не забывать о Боге на всякий час и на всякий день. Благослови, душе моя Господа. И пусть для нас так же, как и для Него, внезапно услышавшего эти слова, тоже будут словами руководства нашей жизни. Не как ты хочешь, а как Бог даст. Но давайте эти простые слова постараемся запомнить и чаще их повторять. Не как ты хочешь, а как Бог даст. Верую Господи, помоги моему неверию. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok